В мир мальчика со шрамом в виде молнии на лбу окунались как дети, так и взрослые, при том некоторые по несколько раз. Возможность на какое-то время поверить в волшебство предоставил читателям известный редактор Барри Каннингем, который рискнул однажды издать первый роман Джоан Роулинг и не прогадал. Став благодаря этому известным на весь мир, Барри с радостью делится опытом, как выбрать действительно стоящий текст для издательства. Ведь детская литература требует особого подхода. Все-таки сознание малышей во многом формируется после прочитанного. «Я считаю, что детские книги делятся на те, которые полезны и поучительны для детей, и на те, к которым дети привязываются эмоционально. Прежде чем опубликовать что-либо, я принимаю сторону читателя, а не писателя. Потому что я считаю, что важно публиковать книги, которые не смотрят на ребенка свысока в каком-либо смысле. Дети должны привязываться к тому, что читают». Участие в беседе принимали представители нескольких стран, а значит, подробнее можно было познакомиться с тонкостями абсолютно разных издательств. Так, помимо гостей из Великобритании присутствовала немецкая писательница Шарлотта Кернер и главный редактор выдавництва «Старого Лева» Марьяна Савка. Будучи также писательницей детских книг, Марьяна, как никто другой, знает, насколько важно оживлять полки в магазинах и библиотеках новыми книгами и авторами. Так что насчет бумажных книг издатели не сильно переживают. Все-таки дети еще не перешли на электронные версии, как многие взрослые. Проблема детской литературы только в одном – многие родители предпочитают знакомить своих малышей с теми произведениями, на которых выросли сами. И часто в сторону современной литературы даже не смотрят. Остается надежда, что новое поколение, которое знает не только, кто такая Золушка, но и где вход в Нарнию, не будет столь консервативна. «Молодые люди владеют иностранными языками. Они проявляют удивительную посвященность, компетентность в тех вопросах, которые задают. Чувствуется, что это люди читают». Ну а взрослым главное не забывать, что они когда-то были детьми. Кто-то влюблялся в сказочных принцев, кто-то сражался вместе с рыцарями. И каждый мог именно благодаря детской литературе нырнуть в мир добра и сказки, который так иногда нужен во взрослой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok